Здравствуйте, меня зовут Тера Ливанчук, и я живу в деревне. Меня спросили, где мои черные куры. Я вам сейчас покажу. Смотрите, вот они. У меня осталось три черные курицы, а было пять. Одна курица у нас умерла от желточного перитонита после зимы. Лопнула у нее яйцевод, и что-то такое тяжелое было, прыгнула сверху. Вот, осталось три. Одну купили, попросили у нас одну черную курицу для девочки. Она захотела ухаживать за черной курицей, и мы ее продали. Сказали, что ей уже третий год, и они сказали, что у них она одна будет там жить. Они сказали, что им не для яиц, и вот нужно, чтобы она ухаживала за ней. Не знаю, что уж за такой. Но мы продали, потому что все равно их убирать. Поэтому смотрите, какие они огромные. Они просто огромные, они как с петуха размером. Очень большие, видите. Но они несутся до сих пор еще, но все равно уже пора. Уже пора. Их три штуки осталось. Живут себе пока. В общем, это помесь папа-австралор, мамы Кучинки. Мне Паша Немоляев научил, я была очень довольна. Мишенька, тут смотри, тут петух, петух, не надо заглядывать. Через сеточку смотри, иди сюда ко мне, и тебе покажу, как смотреть. Вот с этой стороны смотри, хорошо? А я здесь поснимаю. А то петух, он, видишь, ты меня слышишь? Как всегда отвлекусь и забуду, про что говорила. Ну вот, этих оставлю, хоть они сереньких, хоть они некрасивые. А петуха Гришу надо убирать и черных кур, они старые уже. А сюда в клетку мы посадим Кучинок и Америкона. Вот такая у нас будет история. Вот такая. Так что, если кто захочет хороших черных крупных кур, которые будут нести очень крупное яйцо, нестись будут очень хорошо всю зиму, и которые будут сами крупные мясо яичные, пожалуйста, вот вам рецепт. Петух Америка, австралорб, мамы Кучинки, я так делала. Я так повторю обязательно, обязательно повторю. Выведу таких же красивых и плодовитых черных кур. Ну все, хватит, Гриш. Все, хватит. Что-то нацелился на меня тут. Гришка, производитель. Еще Американа, но это про нее попозже. Сейчас посмотрим курицу, повыбираем. Так, вот видите, поймали мы черную курочку. Благополучен она в другое семейство. Сколько уж она там будет жить, не знаю. Но мы хотели убирать осенью. А эта, может быть, она поживет еще. Маргоша, тихо. Все под контролем. Маргоша, тише. Ходи. Вот специальная спецоперация. Она влезет сюда? Да, держите. Давай. Ой, ты хороший. Все. Вот же твой дом. Спасибо. Так, ну все, курочка поехала. Пока. Без имени, слава богу, мне не жалко. Ну, в общем, они отказались от этой курочки. Взяли черную и сказали. Я говорю, а что вы с ней делать будете? Она говорит, ну вот дочка будет ухаживать. Может, она нестись будет. Так просила, так просила. Вот мы решили купить. Очень понравилось. Опа. Смотри, она увидела бабочку. Видел? Она увидела бабочку, отреагировала. Ну, в общем, я говорю, а потом что? Она говорит, ну я не знаю, что потом. Ну, я же понимаю, что вечно она жить не будет. Может быть, и в суп там или что. Она говорит, суп может быть. Ну, а если в суп, конечно, я слепую, им не надо. Зачем? Зачем нам? Мне ее не надо в суп. Даже? Ты куда пошла? Давай, давай. Ну и правильно. В общем, не забрали и хорошо. Мы ее назовем, оставим. Мне, если честно, мне вот труда не составляет. Заботится о ней, там, лечить. Ее, ведь у нее сахаром, и мы и дуем туда сахаром. Ведь у нее вот эти вот ушки такие немножко заляпанные. Но она реагирует все равно, на свет реагирует. На меня, ко мне идет все время ко мне. Вручная она, конечно. Вот так. Вот такое у нас сегодня было событие. Вручная она, конечно. Вручная она, конечно. Хочешь выскочить? Нет, не пойдет. Не пойдет. В огород выскочить хочешь? Хитрая. Ты хитрая, что ли, козочка? Хитрая Нюша. В огород хочешь выскочить? Ну вот, покусай меня хотя бы. Давай, молодец. Давай, покусай, пооблизывай. Молодец. Мамочка тоже все время мне ноги облизывает. Нет, нельзя. Три грации. Потекуся. Вот ты, расправили крылышки. Вот так вот, если по величине вот эти два, может быть, джиндюка, а та девочка. Может быть, так. Ты кошмаришь птичек моих. Кошмарит, прыгает на них сверху. Ты что кошмаришь птичек? Не хочет пастись она, отрывается, бежит сюда. Здесь ей больше нравится. Все чистится, все чистится. Солнышко, хорошо. Большой уже. Незаметно так растут. Прямо моментально растут. Так что индики с курами нормально, растут себе, растут. Корм тот же самый. Я маленького индюшонку тоже к цыплятам посадила. Ночью посадила. Смотрю, нормально. Он, конечно, поменьше их ростом. Поменьше, чем цыплята. Но он перегонит потом. Всего тут риндюшонка у меня родилась от Мигели. Ну и то хорошо. Могло бы быть ни одного. Индюшата, между прочим, очень любят солнце. Вот все куры у нас. Дюшата, между прочим, очень любят солнце. Смотрите, никого нету. Все куры залезли в тенечек. А эти на солнце. И лежат, и они греются. И лапы вытянут, и крылья вытянут. Все повытягивают. И вот они, для них солнышко, это же, для них солнышко, это и витамин D, который позволяет усваиваться кальцию. Это крепкие ноги, кости. Все это для них очень важно. Так что вот я наблюдаю. Курочки редко. Индюшата все время на солнце. Эх, знала я, что будет тесно в этом горшке, потому что вот эти вот петуни ампельные, которые я вырастила из своих семян, из своих сама собирала. Видите, смотрите, за горшок туда пошла плеть. Вот здесь вот тоже была большая плеть. Но сегодня Мася вела пастись. Видите, она ее откусила. Но ничего страшного, это вырастет. Петунь этого не боится. Здесь вот как-то по... Несмотря на то, что цветов больше, но как-то здесь вот попроще. Мне кажется, они так и будут расти. Ничего страшного. Здесь это вообще маленький какой-то. Непышный. А вот отсюда сейчас я с серединки вот этот цветок уберу и пересажу в другое место. Вот этот ящичек без фиолетовой петунии так выглядит. Я думаю, здесь вот достаточно. Вот лобелию я действительно очень зря сюда. Зачем? Ну вот она вообще не по цвету и никак. Ну, выдернуть уже жалко, честно скажу. Могу тоже пересадить куда-нибудь. Подумаю, пересажу. Они сомкнутся, две петунии. Они почти одинаковые. Все-таки это чуть повыше и посветлее. Это немножко поприземистее и потемнее. Какие-то всякие отклонения есть. Хочу показать вам вот эту калибру. Видите, и горшок грязный, и она маленькая. Она у меня упала, вся попереломалась. Пластмассовые сначала были, потом мы на цепочке поменяли. Колечки разогнулись, и в общем она упала. Ну, вот растет что-то. Я зато начеренковала штучки. Три-четыре черенка поставила укоренять. Не знаю, как укорениться. Укорениться, значит, будет у меня опыт. Так она, конечно, очень милая. Мне она нравится. Эти питуньи посадила позже. Никак не могут прийти в себя они. Потому что ящики здесь не те совсем. Они без дырок. Мне их жалко колупать. Но я, скорее всего, сделаю дырки. Скорее всего, сделаю. Потому что пересаживать уже не буду. Сделаю дырки. Здесь всякие разные. Просто остались у меня. Вот такие. Такой получился. Не то небо, не это небо. Просто какое-то небо получилось. Видите, они первые. Потом более фиолетовые, когда постоят. Это хорошее будет, разрастется. Мне она нравится. Очень красивая будет. И вот такая получилась. Не знаю, какое расщепилось оно. Ну, ничего такая. Ничего такая. Растет, растет себе. Красотка. Давай мы тебя развернем. Она как-то к дому. Я просто из окна любовалась. Повернула к дому ее. Ну, вот, думаю, второй горшок какой. Посоветуйте, пожалуйста. Сейчас я вам покажу, что у меня осталось. Что я могу посадить в большие горшки. А вы мне посоветуйте, чтобы я вот... Ой, сейчас я грохнусь. По ступенькам вниз. Видите, это будет с этой стороны. А это будет с этой стороны. Там, где черное насыпали, налили. Какой-то краски мне тут. Вот так. Сейчас вам покажу, что осталось. Что пересадить можно. Вот такие вот маленькие у меня череночки зацвели. Это, конечно, не пойдет для посадки. Вот точно такой же фиолетовый. Но маленький. Как же я... Это же все равно получится не... Несимметрично. А вот я, знаете, как красный хочу сравнить. Там цветет у меня красный, цветет. Но какой-то, по-моему, другой. Дайте-ка я сравню. Вот. Я не знаю, одинаковый. Просто так получилось. Наверное, видите, пятилистковый. А это как-то четырех. Ну, просто не надо мутаться. Какая-то небольшая. И вот этот красный у меня получился почему-то с белым в одном горшке. Но, наверное, не буду пересаживать. Вот этот фиолетовый можно, смотрите, его можно пересадить. Такой 10-литровый горшок технический. Можно пересадить, ничего не пострадает. Можно... Это маленький, но очень красивый. Я бы вот этот посадила. Пусть он другого цвета, но он очень красивый. Тогда я его посажу вот в этот горшок пересажу. И вот этот мне нравится. Смотрите, какая чудесная штука. Ага, Мишенька, сейчас иду. Смотрите, он тоже с фиолетовыми полосками. И мне кажется, что будет красиво, но не так уж идеально. Но красиво будет. И он не видит. Тот широкий кустик, а это компактный. Ну и пусть. Мне кажется, вот этот надо посадить. Посоветуйте, пожалуйста, вот белый маленький, этот маленький. Вот этот можно фиолетовый большой. И вот этот большой. Или из ящиков. Сейчас еще раз вернемся. Если вот этот в середине, то, наверное, будет пусто. Этот не сможет заполнить. Какой-то он слабый. Вот этот крайний можно. Его можно. Тогда этот заполнит. И у меня здесь лобелия. Туда будет. Лобелия пойдет. Будет хорошо. Вот может быть этот можно пересадить. Эти точно нет. Не будем пересаживать эти. Ну и пересаживать-то нечего. Смотрите, это тоже нечего. Этот вот сиреневый бледный. Но он какой-то редкий. Мне кажется, не будет очень красиво. И прищипнуть, если... О, точно. Я его прищипну прямо сейчас. Ну вот. Давайте будем прищипывать. Прямо вот так, да? Черенковать не буду. Сразу говорю. Не охота и некогда. И не такой уж он и ценный, чтобы его черенковать. Ну все. Вот так постригла. Он буквально зац... Вот он еще. Какой. Вот прям вообще весь уберу. Потому что, видите, с пазух пойдет. Так, чик. Чик. Лысенький. Ничего. Посиди. Недельку. Недельку посидит лысый. Потом вот эти распустятся и пойдет отсюда. Ну все. Я думаю, что вот так вот нормально. Более-менее. Ничего. Удобрить можно. У меня еще не было удобрения. А у меня и для цветов их его и нету, честно говоря. Было бы... Надо было для цветов купить. Че я для цветов не купила. Купила зачем-то для овощей. Так. Ну, буду думать, что пересадить. Можно еще один горшок купить, кстати. Мне они очень понравились. Зеленые. Там восемь с половиной литров. Очень хорошие. Вот эти ветреницы. Я все время хвалюсь всем. Мне она очень нравится. Ну нежная, простая. И такой куст вырос. Не знаю, за сколько. Здесь за четыре года, а там осталась еще полянка в Новокузнецке. Мы немножко откопали. Здесь на хорошей земле. Смотрите, какой вырос. Хороший, мощный цветок. Надо туда, на глаза его, чтобы любоваться. А что здесь? Видите, на задах практически. Растет. Пересажу скоро. Сегодня 17 июня. И у меня распустился вот этот пиончик, который находится вокруг газона. И такой сюрприз. Оказывается, он у меня белый. Ну, скорее всего, это я покупала когда-то, потому что я свой не делила никогда. Белый я не покупала, потому что я знала, что у меня есть что-то такое другое купила, а он оказался белый. Ну, подумаешь. Все хорошо. Белый, значит, белый. Красивый белый пион у меня еще будет. Распускается этот желтенький внутри. Но не такой желтенький, как, конечно, мне хотелось бы. Я бы хотела, чтобы он был ярко-желтый. Прям вот ярко. А он так вот бледненький. Еще особенно, я его на солнце посадила. На солнце он еще бледнее выглядит. В тени был ярче. А я посмотрела, это называется сорт Сара Бернар. Так что вот у меня есть такой еще сорт. Вот такой вот розовенький. Скромный, потому что пересаживала. Очень тугой. Не раскрылся еще. Может, и не раскроется. Не знаю. В общем, не знаю. Маки цветут. Еще раз покажу вам маки. Не пугайтесь. Это декоративные маки. Не пугайтесь. И ничего не бойтесь. Просто декоративные маки. Очень красивые. Они меньше, чем обычно. В этом году маки не очень красиво цветут. Вот маленькое гнездо зацвело. Ну, в общем, как-то. Но все равно маки. Вот такие простые пионы еще розовые. Видите, у них вот длинные лепестки внутри есть. А у того просто из коротких лепесточков просто шарик. Вот вы не представляете. Ощущение такое, что можно рукой достать. Потому что у нас, видите, вверху ничего нет. У нас вокруг небо получается. Это наша крыша. А вот это вот грозовое небо. Это прямо рукой можно достать. Такая красота у меня получилась. Смотрите. Ой, как красиво. Какое сочетание, мне кажется, красивое. Очень удачное кашпо я купила. Это у нас в магазине в деревенском. Может, тут ветер падал. У меня еще есть одно такое кашпо. Я его поставлю с этой стороны. Только какой цветок посадить в него, подумаю. Потому что точно такой же есть, но он маленький. Красиво было бы, если точно такой же. Но, с другой стороны, это слишком, так знаете, по-офисному слишком будет. А у нас все-таки дом. Поэтому подумаю и покажу вам, как сделала. Спасибо. 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 Спасибо.